Здравствуйте! В эфире канала «Россия-24» информационная программа событий недели. Клава Республики Рашид Тимрезов на этой неделе провел рабочую встречу с начальником «Обордор-Кавказ» Александром Лукашуком. Они обсудили проекты, реализуемые в текущем году, и перспективы развития федеральной дорожной сети Карачева-Черкесии. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные автодороги» в Республике приведены в нормативное состояние более 190 км дорог. Работы продолжаются. В этом году отремонтируют 22 км дорожного полотна и 4 моста. В том числе продолжается капитальный ремонт 12 км участка трассы на подъезде к Черкесску со стороны Неваномыска. Планируется расширение дороги до 4 полос, а также ремонт, пересечение и примыкание к автодороге. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 1926 году. Также в Республике капитально ремонтируется мост через реку Дум-Май-Ольген. Ширина моста 14 метров, проезжая части 7 метров. Печальная весть не стала ветерана Великой Отечественной войны Хамита Абуловича Кономатова. Он ровесник Карачева-Черкесии, ему было 102 года. Наверное, очень мало в Республике людей, кто бы не знал нашего уважаемого фронтовика. Он был настоящим патриотом, беззаветно преданным своей родине. Хамит Абулович с честью прошел через тяжелейшие испытания Великой Отечественной. В свои 20 лет наш земляк уже был в числе тех, кто героически сражался против фашистов за мирную и свободную страну. А после Великой Победы продолжил доблестное служение Отечеству в Польше, в северной группе войск, а затем в Приволжском военном округе. В мирное время ветеран трудился во благо своей малой родины и всей страны до самой пенсии. Хамит Абулович был человеком с активной жизненной гражданской позицией. До самого последнего дня он был частым гостем на всех республиканских мероприятиях, участвовал в парадах Победы в Москве. Его мудрые слова слышало не одно поколение наших детей, теперь уже взрослых людей, которые пронесут сквозь годы искренние слова благодарности и уважения Хамиту Абуловичу. Глава Храчева Черкесии выразил искренние и глубокие соболезнования родным и близким ветерана. Светлая память великому герою, низкий поклон, говорится, соболезнований главы региона. На этой неделе прошла встреча представителей власти, сотрудниками пограничной службы России, руководителями Всероссийской акции «Беречь отчизну долг и честь». Гости республики рассказали о важности патриотического воспитания молодежи, о необходимости поддерживать участников специальной военной операции, которые отстаивают интересы России и обеспечивают безопасность населения. Представитель ветеранской организации погранслужбы поблагодарил жителей Храчева Черкесии за воспитание тех, кто в настоящее время несет службу на границе с Украиной. Также участники брифинга узнали, что в рамках патриотического мероприятия в республике запланированы фотодокументальные выставки Центрального пограничного музея, выставки вооружения, военной формы одежды, технических средств охраны границы. В завершение стороны отменялись ценными подарками и пообещали продолжать сотрудничество. Касательно сегодняшней вашей миссии, отдельно хотелось бы сказать слова благодарности за этот посыл, за этот новый импульс, который вы несете своей миссией. Дело в том, что глава нашей республики, Рашид Борис-Пирич Тимрезов, огромное внимание уделяет именно патриотической работе, воспитанию молодежи. И силами наших творческих коллективов, общественных организаций мы проводим очень и проводим очень много патриотических мероприятий, воспитательных мероприятий. Я думаю, как нельзя кстати, вот ваш визит сегодня. Большое вам спасибо за это хорошее мероприятие, за эту инициативу. Я думаю, мы постараемся сделать все, чтобы у вас, как говорится, осталось хорошее впечатление о нашей республике. После делегации я посетила аллею пограничной славы в Черкесске. Гости из столицы прошлись вдоль нее, знакомясь с экспозициями, бюстами героев пограничной службы, памятным камнем в честь столетия пограничного управления ФСБ России по Карачао-Черкесии и стеной памяти, где увековечены имена погибших при исполнении служебных обязанностей. Здесь они возложили цветы в честь тех, кто героически защищал границы Родины, до последнего оставаясь верным служебному долгу. Особое внимание гости уделили выдающимся заслугам ветеранов пограничной службы, которые были отмечены памятными знаками в честь столетия управления и дипломами за многолетнее и беззаветное служение Отечеству. Надо работать больше, наверное, конечно. Особенно с молодежью сейчас. И так вы знаете, что обстановка в стране, и наши ребята ездят на границу. Там уже находятся в новых районах есть погибшие. Очень жаль, что это происходит. Хотелось бы побыстрее победить, чтобы это закончилось уже. Очередная группа из 20 призывников-срочников отправилась из Карачева-Черкесии на военную службу. Торжественное мероприятие по этому случаю состоялось в Черкесске. К местам несения службы пришли проводить ребят, представители ветеранских организаций, духовенство республики и близкие новоиспеченных солдат. Они напутствовали срочников и еще раз напомнили, что служить своей родине – это конституционная обязанность каждого гражданина России. Армия Школа Мужества, где воспитывают настоящих мужчин, отмечет, что ни один солдат-срочник, призванный в рамках нынешней призывной кампании, не будет нести службу в зоне СВО. Кроме того, они не будут направляться на территорию недавно вошедших в Российскую Федерацию регионов, говорили на мероприятии. В столице Белоруссии подписано соглашение об установлении побратимских отношений между Черкесском и Центральным районом Минска. Этот документ закрепит дружеские и доверительные отношения между регионами, станет по-настоящему полезным, эффективным инструментом нашего сотрудничества. Белоруссия для всех россиян, в том числе для жителей Черкеска, как неотъемлемой части России – это братская земля, сообщил мэр Черкеска Алексей Баскаев. В рамках соглашения планируется обмен опытом в различных сферах экономики, торговли, городском планировании, культуре, туризме, образовании. Особое внимание уделено взаимодействию военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи. Далее в нашей программе интервью с председателем регионального союза женщин России в Крачево-Черкесии Мариной Барлаковой. Она расскажет нашему корреспонденту Белле Джазаевой об участии в школе гражданской активности, прошедшей в Москве, и каково быть женщиной-руководителем в нашем регионе, а также что происходит в целом в нашем женском сообществе. Здравствуйте, Марина Рамазановна. Я очень рада видеть вас вновь у нас в гостях. И вы всегда приходите к нам с какими-то хорошими новостями, всегда рассказываете о своих поездках. И вот буквально недавно вы опять-таки были в Москве, как лидер союза женщин нашей республики. Там было мероприятие, тоже организованное союзом женщин России. Называлось это мероприятие «Школа гражданской активности». И, конечно, я хочу узнать у вас подробности, что вы там обсуждали, кто принимал участие, какие были спикеры. Добрый день. Была. Да, действительно, 28-29 мая в «Союзе женщин» прошла «Школа гражданской активности». Называлась она «Лидерство, команда и лучшие практики в год семьи». На самом деле было много и вопросов, и спикеров. Принимало участие более 45 представителей регионов. Но мне наиболее запомнилась Елена Анатольевна Дербилова. Она председатель регионального отделения Уртмуртской республики с докладом «Практика развития женсоветов в сельской местности и результаты проекта «Выйти из тени». В селах и городах Уртмуртии в прошлом году стартовал проект «Выйти из тени». И вот этот проект, он был направлен на снижение женской безработицы в малых городах и деревнях. На сегодняшний день политика нашего государства общественно-политический характер носит. Если граждане не включаются в процесс формирования стратегических действий, то сложно надеяться на то, что решения, принятые без их участия, они окажутся взвешенными и смогут принести какие-то результаты. Для того, чтобы строить полноценный диалог граждан с государственными институтами, прежде всего нужно, чтобы участники этого диалога были полноценно проинформированы. На сегодняшний день наше государство очень в этом заинтересовано. И в диалоге с нашими гражданами применяются меры очень существенные. И сегодня активные граждане, они могут участвовать в разных проектах. Это и грантовая поддержка, это и социальное проектирование. И в этой школе гражданской активности мы познакомились с советником генерального директора фонда президентских грантов Владимиром Алексеевичем Татариновым. Он выступал с докладом «Год семьи. Лучшие практики проектной деятельности некоммерческих организаций России». И, честно говоря, вот, знаете, я для себя сделала вывод, что сегодня, будучи активным гражданином своей страны, ты имеешь возможность помочь измениться, скажем так, в лучшую сторону, изменить свой регион в лучшую сторону, если у тебя есть желание. Наше государство в этом активно помогает и очень содействует. Знаете, было, я ранее на нашей встрече говорила, что мы создали организацию некоммерческую, она называется «Горянка». Сегодня, как юридическое лицо, оно некоммерческая организация уже существует. Вот, и мы надеемся, что вот моя такая вот практика и мое участие в школе гражданской активности, встреча с такими именитыми людьми, все-таки окажут какое-то положительное действие, и мы сможем помочь нашим активным женщинам действительно выйти из тени. То есть есть женщины, которые имеют желание, но не имеют возможности сделать что-то полезное. И вот в таких именно ситуациях наша помощь им будет как нельзя кстати. Нам очень подробно объяснили, разъяснили, как работать, как создавать эти проекты, как можно принять участие в грантах. Это достаточно просто, я думала, это очень сложно. На самом деле это очень просто. Еще раз повторюсь, главное иметь желание и знать, что ты хочешь, вот, чтобы была конкретная цель, чем ты хочешь заняться, и какой результат этот проект в конечном итоге должен дать. Вот, если есть у нас такие активные женщины, с таким желанием, мы с удовольствием в этом им поможем. Марина Рамазана, по приезду из Москвы, вы стали участником круглого стола, который прошел уже в Черкесске. Тема была межнациональные отношения на территории Карачаева, Черкесии. Естественно, хотелось бы узнать о цели мероприятия, о цели круглого стола, какую резолюцию приняли. Я знаю, что вы были активным участником этого круглого стола. С женсоветом города Черкесск, Карачаево-Черкесское региональное отделение Союз Женщин России, который возглавляет у нас Акбаева Зыриат Рамазановна, организован был круглый стол на тему формирования общероссийской идентичности, основы межнационального согласия на территории Карачаева-Черкесской республики. На этой площадке состоялся диалог представителей органов законодательной, исполнительной власти, общественников и средств массовой информации. Основная цель данного мероприятия – это укрепление межнационального мира, создание среды для всестороннего развития и воспитание традиционных духовных и нравственных отношений между народами. В свою очередь, что бы я хотела сказать, резолюцию мы приняли в резолюции 11 пунктов, но сейчас перечислять все эти 11 пунктов я не буду. Со своей стороны, как руководитель регионального отделения, я предложила вот такой один момент – возобновить куначество в нашей республике. Все-таки мы многонациональная республика. Каждый район проводит свои мероприятия какие-то. Я это предложение именно в отношении наших женсоветов. Наши женсоветы проводят также свои мероприятия. И почему бы нам, если, допустим, это проходит, к примеру, в Хабистском районе, почему бы нам на это мероприятие не приехать с представителями женсоветов других районов? И чтобы это мероприятие не просто прошло в официальном формате, а чтобы был накрыт стол в традициях именно этого района, с блюдами именно представителей этой нации. И чтобы это стало доброй традицией. И вы знаете, чтобы это мы, как представители женсовета, начали, но в свою очередь, чтобы это переняли у нас и детские сады, и школы, чтобы они также ездили друг к другу в гости. И не только для обмена опытом, а для того, чтобы укреплять вот эти международные наши отношения. Все-таки, если мы живем в одной республике и будем таким образом взаимодействовать, наверное, все-таки острые углы, которые возникают, мы с вами сегодня наблюдаем за этим, они все-таки будут сглаживаться. Марина Рамазановна, с кем как ни с вами обсудить проблемы женщин, проблемы женского движения, проблемы женского сообщества. Тут у меня, наверное, два вопроса. Первый вопрос. Как женщине, ну, допустим, в нашей Карачаево-Черкесии, проявить себя, высказать свой собственный голос, свое собственное мнение? И второе. Насколько женщине, руководителю, тяжело? Какие преграды, какие препятствия, какие проблемы они встречают на своем пути? Что я могу сказать? Вот как раз вот этот проект, который я ранее озвучивала, представители Республики Удмуртия, «Выйти из тени», вот, наверное, один из тех моментов, как проявить свой голос. Не каждой женщине хватает смелости это сделать. Вот, допустим, на небольшом примере. Вы помните, да, Мадину Гашокову, Мадину Гахизировну? Она очень талантливый человек, поэтесса. Но много лет она была в тени. И благодаря вот «Союзу женщин», я не побоюсь этого слова, мы пошли ей навстречу, мы сделали этот первый шаг. И сегодня она довольно узнаваемая личность нашей Республики, не только. И на сегодняшний день у нее очень много планов. У нее в планах издать еще один сборник, в котором мы тоже примем активное участие. Но уже как некоммерческая организация «Горянка». То есть в этой некоммерческой организации мы предусмотрели в АКВЭДе, что мы можем делать проекты, и в том числе на издательство книг. Понимаете, вот, конечно, наша роль заключается в том, что вот именно нашего отделения «Союза женщин», чтобы разглядеть этих активных женщин и помочь им выйти из этой тени, сделать шаг навстречу. Многие на это не решаются. У многих, может, не хватает каких-то финансовых средств. Вот еще раз я повторюсь. Но женщины нашей Республики, они очень активные, очень грамотные. Очень много предпринимателей в нашей Республике. И вот что касается вашего второго вопроса, тяжело ли женщине-руководителю, и есть ли какие-то ограничения. Я вам скажу наоборот. Лично у меня вот таких проблем нет. Есть, конечно, проблемы с отдельными личностями, да. А вот по большому счету, в общем, у меня, как у женщин-руководителя, в отношении с мужчинами, в том числе подчиненными, проблем нет. Наоборот, ко мне относятся как-то ипотические, заботятся, да. Как-то вот, может быть, в какой-то степени братское какое-то отношение. Но я стараюсь себя позиционировать не как женщина-руководитель, которая сказала, приказала, да, и отрезала. Я тоже стараюсь в отношении со своими подчиненными вести себя как, может быть, где-то сестра, где-то мать, где-то вот по-разному, да. Все-таки, наверное, женщине проще быть руководителем. В какой-то степени мужчины снисходительно относятся. В том числе это касается и мужчин-чиновников, потому что все-таки к женщине относятся более лояльно. Но сегодня наш руководитель, лидер Владимир Владимирович Путин, он сам своими указами, приказами дал женщине столько вот, не то чтобы свободы, да, столько возможностей себя реализовать, в том числе и в политике. Поэтому сегодня для женщин очень много возможностей, даже, может быть, больше, чем для мужчин. Ну вот, женщине гораздо сложнее совмещать работу и семью, потому что никто не отменял обязанности матери, да, матери, супруги. Вот, поэтому женщине в этом плане гораздо сложнее. И вдвойне сложнее женщине-руководителю, у которой ненормированный рабочий день, могу сказать о себе. Но в целом я, допустим, вышла на работу, когда у меня уже дети выросли, когда они не столько нуждаются в материнской опеке и внимании, да, стали уже самостоятельным более-менее. И я могу сегодня говорить с уверенностью, что как бы, да, есть сложности, но как бы они не критичные. Но вот для женщин, у которых маленькие дети, которые еще как бы требуют этого женского внимания, им, конечно, гораздо сложнее. Вот мне, знаете, я отойду от темы, если можно, вы этот вопрос не задавали, но меня постоянно терзает такой вопрос. Мы, женщины на Кавказе, да, в приоритете что? Женщина-мать, женщина-жена, женщина там, которая работает, как относятся мужчины к женщине, образованной, не образованной. И очень много вот в голове этих вопросов я очень люблю наблюдать, я очень много наблюдаю за семьями совершенно разных форматов. И я для себя сделала вывод, конечно, в первую очередь в приоритете женщина-мать. Женщина, которая хранит очаг, да, заботится о своих детях. Но бывают самые разные ситуации в жизни. Вот сейчас мы с вами наблюдаем, идет специальная военная операция. У многих женщин мужья служат, да, на благо Родины. И не дай Аллах, дай Бог, что все живые, здоровые вернулись, но есть случаи, когда мужчины погибают. Что в таком случае делать женщине, которая хотела посвятить себя семье, своим детям, мужу? Ей приходится думать уже о том, чтобы выйти на работу, да. А тяжело женщине, у которой не было опыта работы, она об этом не задумывалась, и куда ей идти. И сегодня, когда вот мне задают вопрос, должна ли женщина работать? Женщина, в принципе, не должна работать, у нее работы по дому как бы достаточно. Но в жизни бывают самые разные ситуации. Бывает, что муж становится инвалидом, бывает, что еще какая-то такая вот ситуация, которую ты не ожидаешь. И как тебе себя вести, если у тебя и дети маленькие, и супругу требуется помощь. И здесь вот, честно, на такие вопросы я на сегодняшний день не готова ответить. Потому что в моей жизни было много разного. Ну, я работала, но я работала не полный рабочий день. У меня был гибкий график, да. И в тот момент, когда потребовалась помощь супругу и его семье, я ушла с работы. Я сделала этот выбор осознанно. Я ушла с работы, хотя мой супруг был против этого. Я его даже не поставила в известность. И я поняла, что для меня в приоритете сегодня благополучие моей семьи. И случилось так, что все эти вопросы прошли, проблемы ушли, да, вот как бы... И опять встал вопрос, что надо идти на работу. Меня даже пригласили на ту работу, с которой я уволилась. И вы знаете, пути Господни неисповедимы. И сегодня вот так ставить вопрос, должна ли женщина работать. Не должна. Должна она быть руководителем. Не должна. Я на самом деле не могу с точностью вам сказать, где она правда. Я могу только сказать, что я человек верующий. И я всегда считаю так, что все, что делается, наверное, оно все как-то, видимо, предопределено. Я по себе могу сказать, очень многие вещи, которые со мной происходили в жизни, не были... Мною запланировали, и я к этому не шла. Я такую цель не ставила. И то, что я стала руководителем, абсолютно точно я вам могу сказать, я выросла в семье патриархальной, где отец говорил, женщина, ее место у домашнего очага, я в это свято верила и считала, что мое место у семейного очага. И сегодня вы видите, что это совершенно не так. Что пошло не так, я сказать не могу. Но я абсолютно точно уверена, что каждый человек, что бы он ни делал, он это должен делать с любовью, с большим терпением. Если мы будем уважать, терпеть друг друга, то отпадут все вопросы. Человек, если он себя считает человеком, относит себя к этой категории, то никаких проблем у нас в мире не будет. К сожалению, не все это соблюдают. Поэтому мы сегодня наблюдаем и межнациональную рознь. Сегодня возникает вопрос разных полов. То есть должна ли женщина быть руководителем, должна ли она работать или нет, или должен мужчина обеспечивать семью. Но почему нельзя это делать в партнерских отношениях? Почему это не должно быть совместно? И одной какой-то такой, вот знаете, схемы, как стать счастливой, как стать, чтобы семья была счастливой, ее нет. А я знаю только одно, и это абсолютно точно, это взаимопонимание между людьми. Это в семье взаимопонимание, на работе взаимопонимание, между людьми, которые живут в одном пространстве. И если это взаимопонимание будет, вот не зря есть цитата из фильма «Доживем до понедельника». Счастье – это когда тебе понимают. Не зря этот ребенок это написал. Потому что действительно, если люди друг друга понимают, то разногласий априори не будет. Поэтому любовь и взаимопонимание, в моем понимании, нас приведет к лучшей жизни. Марина Рамазановна, вы сказали действительно очень ценные вещи. Мы с вами это уже обсуждали. Есть люди, есть женщины, которые действительно… Вот вы привели пример женщины-писателя. Человек пишет себе в стол. О нем никто не знает. Вдруг о нем узнают союз женщин, и этому человеку помогают. О нем узнают. Человек верит в себя. Человек становится, можно сказать, даже смелее. Поэтому я считаю, что вы делаете большую работу. Будем надеяться на то, что женщины откликнутся, будут чуть посмелее. И спасибо вам, что вы открываете таланты и делаете такую большую работу для женского сообщества нашей республики. Я желаю вам успехов в вашей работе. И спасибо, что сегодня вы были гостей нашей программы. Спасибо вам. В Казани завершились международные соревнования стран БРИКС. В них приняли участие более 4,5 тысяч спортсменов из 86 стран в 27 видах спорта. Свой вклад в общую копилку медалей России внесли спортсмены из Карачева-Черкесии. Так, Азамат Татаркулов и Арсен Муссалаев выступили в данных соревнованиях в составе сборной команды России и завоевали бронзовые медали игр БРИКС в борьбе на поясах. Ребят тренируют. Дахир Лайпанов, Идрис Эбзеев, Расул Чумаев, Марат Абитов и Азамат Охтов. В поселке Романтик курорта Архес в эти дни проходит масштабный спортивно-музыкальный фестиваль для любителей бега по пересеченной местности. Мероприятие станет одним из значимых событий в мире любительского спорта, которое объединит более трех тысяч участников и гостей из разных регионов России. Желающие смогут выбрать формат гонки классический, однодневный забег на дистанции от 14 до 50 двух километров и двухдневная гонка по маршрутам 32, 68 или 100 метров. В рамках года семьи в старте также смогут принять участие юные спортсмены в возрасте до 14 лет. Для них подготовлены беговые специальные дистанции. Активности предусмотрены также и для детей в возрасте от 4 до 12 лет. Это развлекательный лагерь, где родители смогут оставить ребенка под присмотром опытных аниматоров. Кроме того, состоится специальный забег с четвероногими питомцами. На Архазе уже был опыт проведения подобного рода соревнований. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...